Итак, вторая лекция у нас будет называться как «Антитезис, миссия и бельгийское исповедание веры». Итак, мы должны ответить на следующий вопрос. Проявляется ли миссиологический аспект в служении Гвида де Бре и также в его вероисповедании? Следует прежде всего отметить, что нам необходимо отказаться от современного понимания миссии в том виде, как оно существует сейчас. В большинстве случаев в современном мире под миссией подразумевается провозглашение благой вести язычникам, неверующим людям, которые никогда в своей жизни не сталкивались со Святым Писанием и никогда не слышали об Иисусе Христе. Однако, концепция миссии в тот период отличалась от современной. Это проявлялось в понимании таких людей, как Мартин Лютер, Жан Калвин и Мартин Бутсер. Нам необходимо понять их восприятие, их понимание вот этого противления, которое существовало между истиной и ложью, правильным и неправильным. Между правильной и неправильной религиями. И как раз я считаю, что нам... И как раз я считаю, что вот это различие и понимание этого различия поможет нам увидеть миссионерскую значимость бельгийского исповедания веры. Если бы у нас время, мы бы, конечно, могли просмотреть то, что говорил Жан Калвин по данному вопросу. Но, в целом, можно сказать следующее. С точки зрения Жана Кальвина, Европа 16-го столетия представляла собой одно огромное миссионерское поле. Согласно Кальвину, тьма, неверие покрывала эти земли подобно грозовому мрачному облаку. И в таком облаке, в такой тьме, Христос был сокрыт. Евангелием пренебрегали. А поклонение Богу практически исчезло из виду. И такие слова высказывали не только Кальвин. В своей книге я как раз показываю, что этого взгляда придерживались практически все реформаторы. Такого же взгляда придерживались и реформатские служители Нижних земель. Кроме того, сами они считали, что находятся именно на миссионерском поле. Хорошо, а теперь давайте перейдем сразу же к рассмотрению Гвида де Брэ. Я хочу увидеть, каких взглядов он придерживался на основании других работ, которые были написаны. Уже я упоминал вам о книге, которую он написал в 1555 году, которая называется «Твердыня христианской веры». И, по сути своей, эта книга представляла собой собрание, так называя «Локис коммунес». То есть, оно представляло собой собрание ссылок на Святое Писание и работы Отцов Церкви. И само название, твердыня или сущность христианской веры отображает ее содержимое. Дебрэ писал об истинной христианской вере, которая явно отличается от всего того, что является ложным. И вот как раз это подразумевается даже следующими словами названия книги. И название звучит следующим образом. Для того, чтобы вооружиться, получить хорошее вооружение, дабы сражаться за истинную веру. И также понимать древние значения нашей веры. Такими словами Гвидер Дебрэ показывал, что Римма-католическая церковь представляет собой врага Евангелия. Он говорил, что Римма-католическая церковь – это та церковь, которая оставила учение Отцов Церкви. А поэтому она уже более не может называться истинной церковью. И вот здесь как раз очень интересный момент мы видим. Издание от 1559 года содержит в себе гравюру на обратной стороне издания. На этой гравюре изображены два человека. Один что-то садит, а другой поливает. А между ними изображено растущее дерево. И возле дерева находится облако. А в середине этого облака находится тетраграмматон на иврите. Или четверобуквее Яхве и Егова. А уже по краям этой гравюры представлена ссылка на Святое Писание. 1 Коринфянам 3, 7 стих. Ибо важен не поливающий, важен не сеющий, но Бог, Который все произрастает. Использование данного текста довольно-таки интересно. Почему? Потому что первоначальное значение этого текста относится к миссионерским действиям апостола Павла и его помощников. И невозможно, как бы сейчас точно сказать, какое отношение Гвида Дебре имел к этой гравюре, к этой надписи. Тем не менее, вот эта гравюра представляет собой, по крайней мере, понимание, миссионерское понимание издателя, представившего эту гравюру. То есть, они понимали, что данная работа согласуется с линией апостольской миссии. Как я упоминал ранее, само содержание книги состоит в основном из ссылок на Святое Писание и работы Отцов Церкви. Однако, есть предисловие, написанное самим Гвида Дебре. Он упоминает о том столкновении, о тех противоречиях, которые существовали в отношении сохранения и защиты истинной христианской веры. Он упоминает о конфликте относительно сохранения и защиты древней христианской веры. С точки зрения Гвида Дебре, Римма-католическая церковь не обладает истиной. Кроме того, она уже не является более Церковью Божией. Скорее, она представляет собой врага Евангелия Сына Божьего. Следовательно, он идентификает тех, кто пребывает под ярмом Римма-католической церкви, называются им язычниками. Ирония заключается в том, что настоящие дети Божьи уничтожаются теми, кто, как бы, утверждает, почитают древних отцов церкви. Почитают тех отцов церкви, которые, по мнению Гвида Дебре, сами не соглашаются с учением Римма-католической церкви. В разделе, посвященном церкви, Дебре предоставляет признаки истинной церкви. Он говорит, что церковь, истинную церковь, можно определить по тем признакам, которыми была наделена церковь Господом Иисусом Христом. Согласно Дебре, согласно его книге, существует три основных признака церкви. Это Слово Божие, Таинство и также Благие дела. И вот как раз последний, довольно-таки интересный признак. Потому что, насколько вы знаете, согласно Бельгийскому Исповеданию, третьим признаком не являются благие дела, а что-то другое. Согласно Бельгийскому Вероисповеданию, третьим признаком является церковная дисциплина. И довольно-таки интересный вопрос, почему существует такое различие во взглядах в одном и другом документе. Однако, к сожалению, на данный момент мы не можем рассмотреть этот вопрос. Итак, сейчас давайте обратим внимание на другой аспект. Дебре использует текст из Матфея, 28 главы. С 18 по 20 стих. И ставит их в заглавии о Слове Божьем, как признаке истинной церкви. Кроме того, он возвращается к данному тексту с текстом из 16 главы Евангелия от Марка и 1 главой Деяний Апостолов. Он возвращается к рассмотрению данных текстов в последующем разделе, посвященном самой церкви, функциям церкви. Которое заключается в следующем проповедовании Евангелия, преподании таинств, и дали уже не делами благотворительности, а исключением из церкви, отлучением. Итак, мы можем увидеть, что с точки зрения Гвида Дебре великое поручение было неотъемлемой частью служения истинной церкви. Он понимал, что распространение Евангелия, провозглашение Евангелия повсюду является неотъемлемой частью церкви, служения церкви. И проповедь эта должна была звучать также и в странах европейского континента, которые находились под Римо-католическим ярмом. Гвида Дебре написал еще одну книгу, это самая большая из его работ. На французском языке она звучит вот таким вот красивым образом, как это сказал профессор. То есть это корень и основание анабаптистов. Корень, источник и основание анабаптистов. Эта книга состоит из 900 страниц. Систематический шаг за шагом излагается неправильное учение анабаптистской секты. Полное название звучит следующим образом. корень, источник и основание анабаптистов или перекрещенцев нашего времени. с очень основательными опровержениями основных аргументов, посредством которых они привыкли привносить проблемы в церковь нашего Господа Иисуса Христа и соблазнять, совращать немощных верев. Сам размер этой книги уже показывает до какой степени Гвида Дебре был обеспокоен тем, что делали анабаптисты в его землях, а также во Франции. В факте, это очевидно, что Дебре, как его contemporaries, называли анабаптисты как другую религию. Следует отметить, что Гвида Дебре наряду с другими служителями рассматривал анабаптистов как иную церковь, чуждую церковь. Ранее он рассказывает в этой книге историю Евангелия, историю по возглашению Евангелия в Мюнстере. Он рассказывает о том, как один человек Бернард Ратман в 1532 году начал провозглашать Евангелие в городе Мюнстере. И его проповедь принесла обильные плоды. С течением времени появилась группа верных служителей Божьих. И они представили 30 артикулов веры городскому магистрату. Городские власти пригласили римокатолическое духовенство для того, чтобы они могли высказать свою точку зрения относительно этих артикулов. А римокатолические священники опровергнуть эти артикулы не смогли. Поэтому по постановлению городского магистрата римокатолические священники должны были сложить в себя свои полномочия и бразды управления церквями поместными этого города передать реформатским священникам. В результате что? В результате Мюнстер начал наслаждаться миром и покоем. Однако, как пишет далее Гвида Дебре, обстановка накалилась до предела. И вот у нас есть здесь его собственные слова, как он пишет дальше, почему накалилась до предела. Но Сатана, враг мира и истины не мог долго терпеть мир и провозглашение среди общества Евангелия. Поэтому, как он это сделал и в других местах, и у него получилось извратить и уничтожить даже Евангелие. Он сделал это для того, чтобы убрать Евангелие и на место Евангелия восстановить седалище соблазнителей анабаптистов. Он сделал это не только в Мюнстере к величайшему разрушению верных и искажению Евангелия. Кроме того, следует отметить, что Гвида Дебре понимал, какие существуют различия среди анабаптистских групп. И как раз вот анабаптисты Мюнстера представляли собой радикальную анабаптистскую группировку. Кроме того, у некоторых из них он даже называет как бы субхристианами, то есть даже недохристианами в какой-то степени. Или даже язычниками. Кроме того, Гвида Дебре начал опровергать точку зрения анабаптистов, согласно которой крещение младенцев или где-то крещение было выдумкой католических священников. Занимаясь опровержением этого взгляда, Гвида Дебре тем не менее четко и ясно подчеркивает различия, которые существуют между реформатской церковью и римокатолической. Он показывает, что учение о крещении младенцев это библейское учение, которое сохранилось несмотря на общее отступничество церкви. Согласно Гвида Дебре нет никаких оснований не считать римокатолическую церковь церковью антихриста. Он сравнивает обстановку, в которой находилась католическая церковь с тем, что было в Ветхом Завете с Израилем. Например, Дебре упоминает времена Иеравама. И кроме того, установление идолопоклонических капищ в Дане и Вифиле. На которых приносились жертвы и поклонения Молоху и Вау. Кроме того, он ссылается на очень жесткие и пламенные пророчества Изекииля. Особое внимание он уделяет 16 главе книги Изекииля. И упоминает цирку, которая говорится, что «О, Израиль, ты стал нечестивее, нежели Самария, ничтожней, нежели Содом». И кроме того, во времена жизни самого Господа Иисуса Христа существовало много лжепророков и лжеучителей, которые под ярмом которых находилось множество людей. И опять же, вот эти ссылки из Нового Ветхого Завета он соединяет с контекстом 16-го столетия. Итак, на основании этой книги и высказанной Гвида Дебре мы можем увидеть, что этот реформатор рассматривал себя и свою церковь на миссионерском поле в Европе. А теперь давайте посмотрим на малого размера работы Гвида Дебре. Это книга, которая называется Procedures in what sense? It's Procedures regarding those What's the official Procedures held with regard to those of the religion of the Netherlands.